Михаил Михайлович, добрый вечер. Антон Буявов, Мире спорта. Первый вопрос по тактике. Хотелось бы, чтобы вы раскрыли некоторые нюансы, потому что, как вам удалось наиболее сильные стороны Зенита практически сегодня закрыть? Если можно чуть-чуть поподробнее о тактике своей команды на сегодняшний матч, как это удалось сделать? Наверное, всех деталей не будем раскрывать. Мы знали, как соперник развивает свои атаки, как они начинают, за счет кого, как располагается в центральной зоне. И очень важно было иметь терпение, не выбрасываться, не выдергиваться, потому что определенные численные преимущества они создавали в определенных зонах. Поэтому нам было очень важно очень сбалансированно играть в первом тайме особенно, что нам в принципе сдавалось. Да, территориально соперник подел мячом преимущества, но в особых острых моментах нельзя вспомнить. А наши развязчивые контратаки в первом тайме были достаточно агрессивны. Потом мы вошли в игру, и очень хорошо начали, ну, как бы и первый тайм, концовка, и, на мой взгляд, очень хорошее начало второго тайма, где мы стали играть повыше, мы стали прессинговать соперника, уровень готовности позволяет нам это делать. Поэтому все те разговоры о том, что мы играли в Ростове, основным составом, я думаю, что видели, что уровень готовности позволяет команде выдерживать интенсивность игры, те скорости и уровень единоборств. Поэтому мы благодарны нашей команде за этот матч, потому что мы сейчас находимся на другом уровне психологии, самое главное. Наши молодые ребята взрослеют, матереют, и с очень хорошей командой соперника, с чемпионом, на мой взгляд, мы выглядим очень достойно. И нам чуть-чуть не хватило для победы. Да, соглашусь, что у соперника тоже был хороший момент во втором тайме, но, наверное, поострей и по голевым ситуациям будет все-таки. И второй вопрос, если можно, Уртем? Конечно. По Самошникову, я понимаю прекрасно, что вы найдете ему место, возможно, уже в следующем матче, но вот скажите, немного противоречивый вопрос, насколько его сегодня не хватало, и как его вписать уже в следующем матче после такой хорошей игры своей команды? Ну, очень, Илья набрал очень хорошую форму, очень хороший объем работы, он дает нам универсализм, он дает нам определенные опции в атаке, в обороне, как мы действуем. Поэтому, конечно, неважно, начал бы он с первых минут, либо вышел бы по ходу матча, но это игрок, который нам сегодня необходим, и он нам очень помогает. Поэтому посмотрим, посмотрим, с учетом того, что Батраков пропускает в следующий матч, а Самошникову возвращаются, различные вариации, возможно, в составе. Спасибо. Спасибо, Артон. Пожалуйста. Максим Конфериев, Проспорт.Инфо. Михаил Михайлович, добрый вечер. Как раз-таки, Батракове, насколько серьезна у него травма? Очень надеемся, что не серьезная, но достаточно неприятная, в принципе. Опять, мне сейчас тяжело сказать, но судья наградил соперника желудокарчика или нет? Нет. Ну, вот видите, даже фола не было. Видите, поэтому такие, как мы говорим, трактовки, да, что с одной стороны, там, карточку сразу дают, а в этом жестком фоле, тем более, есть вар, можно было и позвать, и посмотреть, и острый момент. Поэтому, мы очень надеемся, что все будет хорошо, есть время для того, чтобы подлечить, восстановиться, передохнуть и дальше двигаться вперед. Спасибо. Калинин, еще вопросы? Дмитрий Зимович, чемпионат Михаил Михайлович, вы в последних трех матчах ни разу не проиграли «Зенит», у вас две победы, одна мяча. Можете поделиться с остальными вашими коллегами по российскому чемпионату, как вам удается добиваться такого? Да, вы знаете, я бы на этом не акцентировал внимание. Приятно, что вы следите за этим, но, честно говоря, каждый матч и каждый год, каждый круг, это все разные истории, разные составы, разные стилистики игры. Потому что в том году «Зенит» немножко в другую стилистики действовал, сейчас перестроился и усилился, качественными футболистами стал еще сильнее. Поэтому, мы со своей стороны, я же вам, если вы помните, мы в пресс-конференции, которые в начале были сезона, когда у нас большая группа игроков нас покинула, что мы точно гарантируем сами себе, в первую очередь, внутри команды, что мы будем организованы, что мы будем дисциплинированы, что мы будем очень хорошо готовы к физически. И нам это удается на сегодняшний день. Я еще раз говорю, что уровень психологической подготовки, уровень командной организации сегодня такой, что игроки раскрываются. Это самое главное. Ну и, конечно, нам необходимо больше двигаться, вперед добиваться результата на следующий календарный матч и уже читать финал Кубка. Поэтому, вот здесь, к этому мы летуемся.